Тревожный вызов о пожаре поступил вчера в 2 часа дня. Спустя 2,5 часа МЧС сообщило, возгорание локализовано. Однако дым продолжал идти, периодически очень сильно. Вероятно, были скрытые очаги. Открытое горение было с квартиры. Из квартиры на втором этаже первого подъезда, по прибытию было открытое горение. И получается, со второго этажа на кровлю. На первый этаж тоже пошел, потому что там деревянные перекрытия. Дарья Ладыгина живет прямо под квартирой, где начался пожар. Она одна из первых почувствовала запах дыма, увидела огонь и вызвала экстренные службы. Трое детей, да, самый младший, полгода. А вы одна были? Нет, я одна с двумя детьми дома была, старшая в школе была. И побежали. Вытащила детей, да, и убежала. Максимум забежала, одеяло взяла для маленького, потому что он голый был, в кровати лежал. То есть, если баллон бы взорвался, извините, там уже не документы. Я даже вспомнить не смогла документы, где лежат. Официальной версии, что именно произошло, пока нет. Однако у жильцов дома и соседей есть предположение. Говорят, что ему что-то в окно просили, потому что соседка услышала сквозь стекла. Потом вышла на улицу и увидела какую-то там тряпочку, что ли, висит сапожкой. Наверное, его прожгли. Я знаю, что он нигде не работал. Это точно не благополучно. Это точно. Часть погорельцев пока переехали во временное жилье, которое предоставила администрация города. Другие решили остаться у родственников. Все беспокоятся о своем будущем. Я так думаю, что нет никакой надежды на то, что нас расселят. Я говорю, снесут второй этаж, крышу поставят, и будет одноэтажный дом, а не двухэтажный. Огонь унес жизнь мужчины, который жил в пятой квартире, откуда и пошло возгорание. Следственный комитет начал проверку по факту гибели человека. Лада Егорова, Максим Чинкин, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова